В теплицах Федерального научного центра овощеводства сейчас жарко. В прямом и переносном смысле. Подросшая огуречная рассада переезжает на постоянное место жительства. С небольшим опозданием из-за погодных и тепличных условий. Мы выходим пораньше. Это 4 утра для того, чтобы посадить. Но растения все равно страдают, потому что очень жарко в теплицах. Мы вытаскиваем из горшочка, сажаем в мешок торфяной, подключаем капельницу, полив. Ну и как бы приживаются. Для огуречной рассады здесь созданы все условия. Пока небольшие саженцы бережно оплетают вокруг специальной веревки для подвязки. Взрослые растения, отмечают специалисты, достигают высоты 4 метров и хорошо плодоносят. Помимо огурцов, в теплицах сейчас растут селекционные перцы и томаты. Между тем, июньская жара отражается на всех культурах, которые живут в тепличном комплексе. Ведь днем здесь температура бывает под 50 градусов. Поэтому основными условиями для жизни растений становятся проветривание, вентиляция и регулярный полив. Сейчас, так как жара, нужно два раза поливать. В пик жары нежелательно поливать. Лучше полить рано утром и поздно вечером, чтобы сохранить растения. Притенять растения, чтобы листья не обгорали. Потому что много культур есть, у которых горят листья, они не выдерживают. Например, бегония, у нее сгорают листья. Наталья работает в теплицах научного центра с 2004-го. И уже 4 года заведует ими. Пришла сюда еще аспиранткой. Тогда увлекалась посленовыми культурами. Писала научную работу о перце. Сегодня ей больше по душе цветы. Их, кстати, в теплицах немало. Двуцветные калеусы, яркие бархатцы, нежные бегонии. В рассадном отделении представлены однолетние и многолетние растения. А еще есть клубника и сорт сладкой, душистой урожайной земляники. Мы его давно выращиваем. Очень пользуется спросом у наших покупателей. Это сорт Алибаба. Ремонтантный. До поздней осени дает урожай. Если высадить его на солнечное место, он прям весь сезон дает очень богатый урожай. Наталья признается, что рабочих рук, особенно в летний период, не всегда хватает. Лишь иногда к работам привлекают студентов. Однако это не мешает регулярному появлению в тепличном комплексе научного центра обильного урожая посленовых, тыквенных, зеленых, пряновкусовых и цветочных культур. Наталья Гончарова, Денис Харламов, Виктория Мактюта, телекомпания Одинцова.